В последних исследованиях было показано, что потребление достаточного количества селена снижает риск ракопростаты, печени, легких, желудка, щитовидной железы и мочевого пузыря. Как оказалось, селен уменьшает атипичное клеточное деление в формировании рака, помогает восстанавливать поврежденные ДНК и модулирует деятельность иммунной системы. Также этот микроэлемент предотвращает появление новых кровеносных сосудов в опухоли, тем самым замедляя ее способность к увеличению в размерах. Итак, в каких продуктах питания содержится селен? Первое. Лосось, сардины, сельдь, треска, тунец, кальмары, креветки. Второе. Семена горчицы. Третье. Органические орехи и семечки. Четвертое. Курица, баранина, индейка. Пятое. Лук, чеснок. Наиболее концентрированным источником органического селена являются бразильские орехи. Каждый человек должен стараться получать суточную норму этого микроэлемента из продуктов питания. Это хорошая профилактика рака и многих других заболеваний. Однако, если ввиду разных причин не удается получить нужное вам количество селена, тогда попробуйте принимать добавки. В продаже можно найти три формы добавок селена. Первая форма. Селенит натрия. Идеальной дозировкой является 50 микрограмм. Эта форма селена помогает восстанавливать поврежденные ДНК и модулирует деятельность иммунной системы, чтобы снизить вероятность образования новых раковых клеток. Вторая форма. Л-селенометионин. Идеальной дозировкой является 50 микрограмм. Дополнительный прием этой формы позволит организму бороться со всеми формами рака. Эта форма селена находится в центре внимания противораковых исследований. Третья форма. С-Е-метил-Л-селеноцистеин. 100 микрограмм является идеальной дозировкой. Эта особенно важная форма селена помогает уменьшить разрушение циркадных ритмов, связанных с некоторыми видами рака, таких как рак молочной железы. Гормоны, которые регулируют эндокринную, иммунную и репродуктивную активность, например, мелатонина и эстрогена, будут удовлетворять добавки именно этой формы селена. Эта форма также предотвращает появление новых кровеносных сосудов в опухоли, тем самым замедляя ее способность к увеличению в размерах. В идеале принимать селеновый комплекс, который содержит три формы, описанные выше. Многих интересует вопрос, сколько нашему организму необходимо селена в сутки? Селен нужен организму человека ежедневно в количествах от 50 до 100 микрограмм. При занятиях спортом организм человека должен получать гораздо большее количество селена. В период интенсивных тренировок дозировка может увеличиваться до 200 микрограмм в сутки. Терапевтическую дозу селена в 200 микрограмм также назначают в традиционной медицине. Однако, важно не увеличивать дозу селена самостоятельно. Это должен делать только лечащий врач. Вообще, избыток селена возникает при употреблении его в виде пищевых добавок, принятых на протяжении суток в дозе 800 микрограмм, что обязательно вызовет отравление. Национальная академия наук США установила верхний допустимый предел для селена – 400 микрограмм в день для мужчин и женщин в возрасте 19 лет и старше. В любом случае, с добавками нужно быть осторожнее. Лучше искать пути, как получать этот микроэлемент с пищей. При этом, насыщайте свой организм не только селеном, но и другими важными микроэлементами и витаминами. Кстати, а какую форму селена предпочитаете вы? Какой селен, по вашему мнению, самый лучший? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.